Музыка Тише, тише, тише. Эльдар, ты всех своих привела, что ли? Ольга Буцова, что ли? Выйдет на сцену и скажет, вот она я, Мэри Гуд. Ну и конечно же, конечно же, поставит вопрос ребром, господин Баскал. АПЛОДИСМЕНТЫ Какой Владивосток? Владивосток на самом деле супер, потому что мы говорили сейчас на сцене пока были. Мы пять лет не были в Владивостоке, последний раз приезжали в 2018 году, у меня был сольный концерт. И тут решили, снова приехали, причем мы изначально запланировали, что будет у меня концерт, который будет вот сейчас в сентябре, уже буквально первого числа. И потом нам предлагают еще ПК-фест. Мы такие, ну это видимо судьба, раз за один год, два раза приезжаем. Нет, супер, у вас очень красиво, у вас прекрасная природа, своя чудесная атмосфера. И каждый раз, когда мы сюда, получается, приезжаем, это такое приятное удивление. Единственное, что, когда ты живешь по московскому времени, у тебя часы сбитые, а так, ну, судьба. И теперь, друзья, я вас не оставлю, вместе со мной вот так вот. Ну, честно говоря, у нас даже в минус 30-ти градусный мороз, на сцене что-то примерно такого происходит, поэтому мы, ребята, привыкшие. В принципе, на улице, конечно, жарковато, но на сцене мы всегда до трусов потеем, так что это нормально. Да, да, типа того, ну потом переписала просто. Как вы относитесь к фанатам, которые знают только одну вашу песню? То есть они вас слышали в ТикТоке? Слушайте, да это в любом случае здорово. Лучше одна, чем ноль. Мне нравятся все мои фанаты, которые знают все мои песни, одну, две, три. Это всегда прекрасно. У меня нет какого-то пренебрежительного отношения. Чаще бывает даже так, когда человек узнает какую-то одну песню, она ему нравится. Рано или поздно человек приходит к тому, ну-ка послушаю, что у этого артиста есть еще. И вот так вот потихоньку попадает в наши сети. Меня зовут Давиджи из Пяти, я приехал сюда не один. Со мной моя прекрасная жена Арина. Но ее песни, думаю, все скажут за нее. Музыка Еще Громче Расскажите, каково это путешествовать по фестивалям со своей второй половинкой? Ты ответишь и не я. А я не, а кто из нас? Ну, ты со второй половинкой путешествуешь. А ты, я не понимаю. Я с первой. Аааа, ладно, извините. Да на самом деле, мне кажется, это вообще самое лучшее, что может быть, когда мы путешествуем вдвоем. Мы в туры всегда ездим вдвоем. И, ну, нам комфортно и удобно, когда каждый друг друга может поддержать. Когда у меня концерт, Давид моя поддержка, когда у него концерты наоборот. И, ну, друг без друга быть тяжело было. Ну, конечно, даже сейчас выступали на сцене. Пока Арина поет, я там диджея что-то переключаю. Пока я пою, Арина помогает переключать, снимает это. Если вы вместе вдвоем, ну, так получилось судьбой, что муж и жена два артиста, то, мне кажется, из всех вариантов это наиболее удобный, когда вы работаете вместе, путешествуете вместе. Вы никогда не находитесь в разлуке. Ну, и хоу я вспотел прям мощно. А кто здесь сегодня супер? Вы сегодня шикарны! У России два прикола, здесь панельки и так слов, здесь воруют, вот металлы систривкуют на глазу. Есть ли артисты, которые вас вкладывают? Ладу шуляют, которые вы вдохновляетесь или даже... А из современных или... Ну, вот без разницы, наверное, есть просто большие звезды, которые говорят, что вот я вот очевидно на Элсо Пресли, грубо говоря, да. Ну, у меня, очевидно, Лана Дель Рей любимая певица. Я думал, ты, очевидно, скажешь, Давид Джесский. Ну, это не обсуждать даже. Ну, вообще, на самом деле, у нас у обоих довольно разносторонний вкус. То есть, у меня любимые артисты, это там, не знаю, группа кино Виктор Цой, Кровосток, Лана Дель Рей, Руки Верх. То есть, как бы, во мне все понятно. У Давида... А я всегда так затрудняюсь почему-то ответить на этот вопрос. Кто мой любимый артист, любимый певец, потому что нравится всего много, но, возможно, из-за того, что мне всегда было сложно выделить кого-то, вот, кто самый любимый, на кого я ориентировался. Я в своей музыке, поэтому, ну, стараюсь воспроизводить разное, потому что нет такого вот четкого ориентира. Так, безусловно, могу сказать про себя, что очень люблю электронную танцевальную музыку, там, европейскую электронную сцену. Да, ну, продиджи, продиджи, конечно. Вот, из российских, да, так же вот. Ну, группа кино нравится, сектор Гарса. Эльдар Шарахов нравится. Эльдар, это лучший. Просто Лера. Это белорусская сцена. Ну вот, тоже. Вы с ней играть готовите, да? Да. Уже все знают. Мы не знаем, когда он выйдет, но... Давайте так, чтобы не сглазить, мы надеемся, что он выйдет. В принципе, мы надеемся, что он когда выйдет. Да. Очень надеемся, что выйдет этим летом. И мы с Лерой прям очень хорошо подружились сейчас в Минске. И, не знаю, может быть, вы в курсе, у него была свадьба. Она вышла замуж внезапно. Да. И вот, я очень надеюсь, что июль, август, но не обещаем. А Шарахов не будет. Не знаю, если Эльдар согласится когда-нибудь. Да, я сейчас удержу себя от шутки, что Эльдар в такси до сих пор не передал мне за проезд. Да, просто очень маленькая история, внутренняя шутка. Давид когда-то очень давно работал таксистом, и однажды он вез Эльдара Джарахова. И мы постоянно шутим, что он до сих пор не заплатил за такси, ушел и должен нам денег. Да, это был такой локальный прикол. Думаю, некоторые его видели, некоторые не видели. Короче, долг вернет, фид будет. У вас сейчас возможность выйдет. Да, да. Ну, мы вот ждем Эльдара. Сейчас поедем одну машину вызывать на двоих на такси. Ваша музыка очень сильно отличается от других артистов, которые приехали сегодня. Нашли ли вы в толпе свою аудиторию? Да безусловно, сейчас люди так кричали, руки поднимали. Я думаю, если даже они шли сюда вообще без понимания того, кто мы такие, то когда у нас заканчивался концерт, они уже стали нашей аудиторией. Но я всегда тщательно слежу за толпой, и я прям видела там... Нет, точно были кто. Конечно, подпевали. Конечно, подпевали. То есть песни пять лет, а люди ее знают, поют там сто процентов фанатов. Твои все песни тоже подпевают. Ну, все. Да, да. Не, везде есть свои, везде приятно, что люди, может быть, не каждую твою песню знают. Сегодня же была такая выжимка как бы для всех. Вот, и люди безусловно знали, подпевали. Круто, круто, ребята. Будем стараться приезжать к вам чаще. Это, конечно, не всегда получается, не всегда так просто. Но приятно, когда города встречают вот так вот тепло. Так жарко. Так жарко, как это было сегодня. Я знаю, каждая девчонка любит только Евродэнс. Если вы знаете, подпевайте вместе со мной. Если вы ничего не знаете, но вам весело. Просто танцуйте, поднимайте руки и кайфуйте. Я никогда не станешь вверх, я тут, но и до свидания. Мискотека выпускала мою старый скейт. Я соберу тебя с собой на патусковые. Два литра алкоголя, это вам не младший план. И ты запомнишь этот раз вверх. Насыпай артреки далеко до моря. Четыре! 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 Да, так, знаете, получается. В турах у тебя всегда есть большое желание все посмотреть, но всегда очень мало времени. И первый раз, когда мы приезжали, нам вот ребята местные, ну, как бы так, с гордостью хвастали, показывали мост на остров Русский. Он, безусловно, очень красивый. Больше мы ничего не посмотрели. Вчера мы прилетели, у нас вот эти вот смены часовых поясов тоже ничего не успели. Сегодня у нас случилась перемена расписания, а завтра утром мы уже в Южно-Сахалинск улетаем. Но вот сейчас хотелось бы на фуникулёре покататься. Да, может, мы вот прямо сейчас побежим, покатаемся. На самом деле в России очень много вообще прекрасных городов, и это сейчас ни в коем случае не моя реклама какая-то. Реклама России. Ну, что я там пропагандирую людям. Хотя, с другой стороны, чтобы стесняться, я людям пропагандирую, чтобы они катались по нашей стране. Она очень большая, от Калининграда до Владивостока всегда такое выражение расхожее. Нам в нашей профессии очень посчастливилось, посчастливилось, что мы все города можем проехать, всю страну увидеть. Поэтому, конечно, в каждый город влюбляешься и хочешь остаться здесь. Вы сказали то, что вы были очарованы городом ещё с первого концерта. Почему так получилось, что вы долго не приезжали сюда? У этого молодого человека лютейшая аэрофобия. У нас был такой период, когда мы почти два года вообще не летали на самолётах. Я ездила, я вообще, для меня как бы самолёты как такси. Но мы едем до Иркутска четверо суток на поезде. Да. И, как бы, наконец-то, я думаю, что мы побороли немного аэрофобию Давида. И я думаю, надо лететь. И я такая сразу, давай, тур на 45 городов. Полетели везде. Так что, вот, вернулись с нами. В общем, жена заставляет. Да. Я его продюсер на самом деле. Попин пистолет в кармане, шубы плащат сапоги. Вот и всё моё наследство, я принцесса из тайги. Господин Хрущёв построил эту хату для меня, Чтобы по тебе скучала бесприданница твоя. Спасибо большое! И мы только начинаем, друзья.